что на тебя просто падает ответственность потому что ты александр шлеменко ты на тебя ее еще накладываешь когда она можешь что-то жесткое сказать там в чей-то адрес и вот в частности ситуация например с маргином стерном она очень нашумевшая была и ты за день до взвешивания ты решаешь сказать что-то в его адрес еще раз чтобы еще больше просил ну-ка мы уже спросил если что по нему я сказал ну смотри ты видел реакцию людей которые стояли реакция была стопроцентно понимаешь и это мне нравится я говорю это не потому что мне что-то охота про него сказать или как дебилы говорят хайпануть или еще что-то я говорю просто напоминаю грю ребят вы что делаете мы с молчаливого согласия все отступаем 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 пора уже сказать нет да я не спорю в 90 мы там то в 90 мы там все в 70 мы там тоже что-то слушали к чему это привело в девяносто первом году мы потеряли страну да ее нет у нас началась гражданская война которая проходила по всем улицам нашего города это и бандитские разборки это и убийства которые были заказных убийств у нас было минимум по пять штук в день каждый день понимаешь у нас была война на кавказе это тоже нельзя забывать и к чему это пришло вот от таких вот песенок и всего остального сейчас да это не от этого это все в купе накапливается конечно это не от этого но если мы на все будем закрывать глаза мы будем это получать поэтому я хочу напомнить ребят хотите жить хорошо хотите чтобы ваши дети жили хорошо думайте сейчас и не давайте пройти грязи пресекайте грязь смотри если ты вышел в грязную погоду в дождь сколько процентов что ты останешься чистым в лучшем случае 50 а если ты вышел в чистейшем понимаешь вот в америке ухож там чистота там даже носках белых погиб у тебя не будет пыли на них но если ты в грязь не идешь значит ты сто процентов останешься чистым правильно а зачем мы подвергаем наших детей грязи зачем мы даем им 50 только процентов и смотрим а смогут ли они сделать правильный выбор они оступятся ли они они попробуют ли они всякого говна что их убьет а для чего зачем мы днем я и напомню гриву нам это нужно и владивостоке скале нет грязь не пройдет вот за этом за это я говорю просто я на себя взвалил знаешь такую ответственность да я возьму много хейта много еще каких-то моментов но я взвалил на себя ответственность того человека который не побоится и скажет мнение миллионов понимаешь миллионы разделяет я не побоюсь этого слова мое мнение а по кому заметь бьет больше всего грязь по детям а почему знаешь а потому что они самые неопытные потому что у них мозги еще не так работают потому что еще не повзрослели а мы по глупости угры да что вы да ничего не будет да да конечно не будет но 50 процентов мы детей потеряем когда они вырос и их не будет и потом у нас демографическая яма и проблемы проблемы нет семей всего остального ну давайте дальше пробовать чем пускай поют пускай там разврат нам сеют и так далее в школах давайте с первого класса будем обучать сексуальной грамотности детей но что порнографии им показывать ну пусть смотрят чё надо же знать правильно и вот да просто знаешь интересно что у тебя остается там тогда день до боя сейчас два часа после боя и вот это реально вопрос который тебя настолько волнует что ты считаешь нужным как бы их проговорить в любой момент да когда есть платформа для этого и когда есть конечно смотри а что я использую свою узнаваемость и использовал свой пояс чемпиона беллатр и все остальное как средства средства в достижении нашей общей цели мне жить в россии я еще раз говорю я не уехал в калифорнию если бы я семью переехал в калифорнию и оттуда бы вещал да мне плевать как бы было бы тогда как живут мои люди в омске во владивостоке еще где-то мне плевать от чего они умирают я бы это не видел правильно я жил бы и радовался как кто-то так делает но у меня другая ситуация и я использую свою медийность в том чтобы указать на какие-то моменты чтобы использовать ее в целях в целях пропаганды и знаешь тоже есть такие персонажи как тот же баста и так далее которые мне говорят а пусть он лучше с алкоголем а пусть он лучше то да все мы это делаем плохо знаешь и с алкоголем боремся и боремся со всем что разделяет нас все что разрушает нас убивает наш дух и так далее в преддверии 9 мая что хотелось сказать давай честно еще задам вопрос и у тебя в комментариях ответят на этот вопрос как мы сейчас живем после войны разве такое будущее нам завещали предки чтобы их знаешь как песня поется чтобы их подвиги на рубеже и веков по им померкли чтобы сильные духом поддались чувству страха правильно вот это все что мы сейчас имеем а что она а что нам отличает а что нужно сделать нужно просто встать и сказать все хватит хватит терпеть хватит молчать грязь запускать хватит пить хватит обвинять кого-то в своих проблемах давайте наводить порядок а кто должен наводить порядок слабые которые поддались чувству страха или сильные которым не страшно не смерть ничего конечно сильный сильные всегда были двигателем и знаешь я себя считаю не слабым человеком не самым сильным ну и не далеко не слабым понимаешь и при этом я считаю что это моя земля мой дед строил в омске деревню основал сейчас его деревня в плачевном состоянии и происходит дальнейшее разрушение разрушения и я никуда не собираюсь прятаться убегать и собираюсь все это исправить вот и все со своими близкими нас все больше и больше вот так и